Их творчество настолько заразительно, что у некоторых почитателей таланта прорезаются клыки. В столице Анастасия Безденежных не пропускает ни одного спектакля театра на Юго-Западе. Пенза стала первым городом, куда она отправилась вслед за труппой, чтобы в очередной раз насладиться любимой постановкой Дракула. Я ехаю с ними в одном поезде и даже пообщались немножко. Автографы я тоже регулярно у них беру. Чувствую действительно некоторые призвания к эмпиризму, которые особенно прорываются ближе к самой, но к Хэллоуину. И поэтому близко к этой дате не могла пропустить такой потрясающий спектакль. На сцене разгул душ, обреченных на вечные страдания, которым нет места ни в раю, ни в преисподней. Постановка Валерия Беликовича по мотивам готического романа Брэма Стокера – фантазия в двух действиях. Весь Лондон обсуждает графа Дракулу, живущего в далекой Трансильвании. Его личность окутана сплетнями и домыслами. Больше от скуки бросается в объятия таинственного незнакомца Люси. Заигрывание с потусторонними силами оборачивается для нее смертельным укусом. Это необычный взгляд на популярную мистическую легенду главных героев, кровожадных на сферату, наводящий ужас и в то же время несчастный влюбленный, который несколько веков ждал одной лишь встречи. «Ты все помнишь, ты любишь меня! Никто, никто по-настоящему не мертв, когда его хоть кто-то любит!» В спектакле «Дракула» есть место романтическим объяснениям, философским рассуждениям и добродушным шуткам. И даже три с половиной часа для зрителей пролетают незаметно. В свои 82 заслуженный врач страны Татьяна Никулина продолжает работать. А 8 лет назад записалась в лабораторию актерского мастерства. Говорит, ее сила в театре. Фантастических маскерад женщина не могла пропустить. Много было городов, много было театров, много было разных в разных направлениях, в разных жанрах, но Беликович остается Беликовичем. Сегодняшний спектакль, он, конечно, мистичный. И если знаешь подтекст, то тебе все понятно. В завершение их у друг пензенского драматического Сергей Казаков вручил руководителю театра на Юго-Западе заслуженному артисту России Олегу Леушину диплом фестиваля и его символ. «Третья, третья маска! Золотая маска, золотая маска в Пензе, серебряная маска из настоящего серебра!» Каждый театр-участник фестиваля отмечен в той или иной номинации. На закрытие объявили и тему следующего маскерада, который намечен на 2025 год. Его посвятят 155-летию со дня рождения нашего земляка Александра Куприна.